Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об актуальных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. От мечты к реальному бизнесу в Чувашии заработал федеральный образовательный проект для детей. На страже правопорядка. Полицейские чуваши отмечают профессиональный праздник. Родные напевы. В Чебоксарах прошел конкурс исполнителей народной музыки. В Чебоксарах прошла 29-я конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В повестке дня реализация федеральных партийных и национальных проектов в регионе. Участие в конференции принял и глава республики Михаил Игнатьев. Сделать республику регионом комфортного проживания – задача общая и масштабная. Позитивные перемены должны произойти во многих ключевых отраслях. Сегодня большое внимание уделяется развитию первичного звена медицины. На создание условий для оказания качественной врачебной помощи в шаговой доступности республика выделяет немалые средства. 205 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также мобильный комплекс обеспечивают жителей даже далеких деревень медпомощью. Идет повсеместный капитальный ремонт медучреждений. Еще одна серьезная тема, которую обсуждали на конференции – благоустройство городов и районов. Поселение Чуваши в числе лучших. Такой рейтинг качества городской среды опубликовал Минстрой России. Важные показатели работы присутствуют в регионе солидных инвестиционных проектов, которые создают привлекательный имидж для бизнес-сообщества. Это деловой климат, национальный рейтинг. Пять лет подряд в числе 10 лучших регионов Российской Федерации среди 85 субъектов. Это охрана общественного порядка, это экологическая безопасность. 120 инвестиционных проектов реализуются сегодня, а это свыше 190 миллиардов рублей. Они помогут создать высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой. Так можно бороться с бедностью. А это первостепенная задача, озвученная президентом страны. На конференции были обсуждены и другие вопросы, связанные с реализацией партийных проектов в области строительства дорог, образования, культуры. Глава республики подчеркнул, новая программа «Сельская ипотека» в 2020 году откроет для селян новые возможности. Всегда общаемся с товарищами по партии в разных аудиоториях, в разных трудовых коллективах. И все те проекты, инициированные со стороны политической партии «Единая Россия», они все в работе. Когда мы обещания даем, мы эти обещания всегда выполняли. Мы люди слова, люди реальных дел. На конференции наградили особо отличившихся членов партии. Единороссы также избрали делегатов на 19-й съезд Всероссийской политической партии. Он состоится 22-23 ноября в Москве. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. В Чувашии продолжается благоустройство дворов. Как идут работы в Цивильском районе, проверила Богдана Дойникова. В Цивильском районе активно ремонтируют дворы и восстанавливают подъездные пути к ним. После реконструкции здесь появятся детские площадки. Их закупит городское поселение. На сегодняшний день по Цивильскому району ремонт дворовых территорий произведен в населенных пунктах. Это Игарвара, поселок Молодежный, поселок Канара и город Цивильск. Текущий ремонт охватило порядка 3777 квадратных метров. И восьми дворовых территорий в этом году мы смогли отремонтировать. Меняются дворовые территории и в поселке Опытный. Программы по благоустройству дворовых территорий и дорожных покрытий здесь реализуют с 2017 года. Пока удалось отремонтировать шесть дворов. У нас здесь 28 многоквартирных домов. Проблемы существуют. Вот такие у нас дома в поселке Опытный все старые. Можно сказать, 60-70-х годов постройки. Тут не пройти, не проехать, как говорится, когда дожди и прочее. Как такового ремонта было. Есть ремонт, но он как такой, пока еще не капитальный. А хотелось бы капитальный. Хотелось бы капитальный. В работах по благоустройству активно участвуют и сами цивиляне. В том же опытном по программе инициативного бюджетирования построена современная детская площадка. Но, конечно, с ремонтом всех дворов они не справятся. А потому рассчитывают, что программа благоустройства продолжится. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика. Какие еще направления получат финансовую поддержку в следующем году и чем отличается бюджет 2020 от предыдущих, расскажет министр финансов Чувашской Республики Светлана Янилина в программе «По существу». Интервью смотрите после новостей. Всегда на страже 10 ноября Россия отметит День сотрудника органов внутренних дел. А Чувашские полицейские уже сегодня принимали поздравления и получали заслуженные награды. Далее Рифат Фаткулин. Зал театра оперы и балета сияет звездами на погонах. Однако здесь не все. Многие на посту. Обеспечивают покой и безопасность граждан. За хорошую работу и отличные результаты лучшие сотрудники получили почетные грамоты и медали. Награждали не только тех, кто сегодня служит в полиции, но и ветеранов Золотой фонд ведомства. Позвольте от имени правительства Чувашской Республики, от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником. Поблагодарить вас за достойную работу и службу, которую вы несете. От всей души поздравить вас и пожелать вам благополучия, счастья вам и вашим семьям. Благодаря сплоченной и эффективной работе сотрудников полиции в республике растет доля раскрываемых преступлений. Налажено комплексное и эффективное взаимодействие правоохранительных структур и органов власти. Все эти годы МВД почувашия занимает лидирующие позиции в Привозском федеральном округе и стране по раскрываемости тяжких, особо тяжких преступлений. Потенциал органов внутренних дел и наработанные алгоритмы работы позволят сохранить стабильность и безопасность на территории. О службе приходится думать и днем и ночью, говорят полицейские. Тем не менее, работу свою они любят и всегда готовы защищать жизнь, здоровье и права людей. Работаю в этой системе уже 25 лет. С первых же дней я работаю в экспертно-окюринвистическом подразделении. Мне эта служба всегда очень нравилась. Я целенаправленно пошел учиться. Начал работу простым экспертом. Возможностей на сегодня намного больше, но они требуют намного больше знаний, намного более квалифицированной подготовки. Не менее важным событием сегодня стало и вручение ключей от новеньких служебных машин. В распоряжение полиции поступило 13 автомобилей. Все они оснащены по последнему слову техники. Три единицы останутся в Чебоксарах, семь будут работать на федеральных трассах, еще три поступят в Урмарские и Шумерлинские районы. Рифат Фаткулин, Алисий Зотиков, Павел Рядков, Республика. В Чебоксарах завели уголовное дело на 58-летнего местного жителя, который бросил самокат в 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в конце сентября. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью малолетнего. Момент расправы попал в объектив камеры видеонаблюдения. Чебоксарец вышел из подъезда одного из домов по проспекту Мира, взял железный самокат и без видимых на то причин бросил его в ребенка. В результате у мальчика рассечение головы. В настоящее время подозреваемый написал явку с повинной. Свою вину в инкриминируемых деяниях он признал, в содеянном раскаивается. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе уже назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено, что мальчику был причинен легкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому, составляет до пяти лет лишения свободы. От мечты к реальному бизнесу в Чувашской республике стартовала программа «Фабрика предпринимательства.Дети». В рамках национального проекта школьники учатся составлять бизнес-планы и реализовывать их. В центре детского творчества Калининского района столицы ребята из разных школ города. Пока еще не бизнесмены, но очень интересующиеся малым бизнесом. Два месяца они будут учиться на фабрике предпринимательства. Детей мы будем обучать в течение двух месяцев. Они рассмотрят такие темы, как телеполагание, тайм-менеджмент, публичное выступление, ораторское мастерство, команда образования, бизнес-модель, бизнес-процессы. То есть они будут обучаться предпринимательским компетенциям. Также к детям будут приходить наставники. Это фишка нашего проекта. Наставники – это действующие предприниматели нашего региона, которые будут делиться своим опытом, обо своем бизнесе расскажут. Почему они этот бизнес открыли, как они к этому пришли. Будут отвечать на вопросы детей. Времени на раскачку нет, поэтому сразу к делу. Здесь, как в бизнесе, нужно четко понимать, что ты умеешь делать и как это использовать с выгодой для себя. Вначале речь о необходимых навыках. О бизнесе надо говорить просто. Им нужно понимать, на чем они могут зарабатывать деньги сейчас. Нужно дать базу мышления. Именно базу того, как они дальше смогут развиваться. Потому что этому, к сожалению, редко где обучают. Но сейчас мы вот в рамках федерального проекта бесплатно обучаем еще и предпринимательству. Для того, чтобы дети смогли открыть свое дело, нанять людей и, соответственно, развивать свой бизнес. После личностных характеристик переходят к формированию команд. Ведь очень важно, чтобы в твоем коллективе работали близкие по духу и надежные люди. Я пришла сюда для того, чтобы научиться чему-то новому, понять, как можно действовать дальше, какие строить себе планы на будущее, получить какие-то новые навыки, к примеру, даже как построить бизнес, как придумать бизнес-идею, чем мы сейчас и занимаемся. Мне кажется, я получил навыки предпринимательства на этом мероприятии и научусь именно тому, что мне понадобится. Особенный театр, салон для отдыха родителей, пиар-учреждения, тур-компания. Бизнес-проекты этих школьников при правильном подходе уже можно выводить на рынок. А это еще только первое занятие. Наша идея состоит в том, чтобы открыть бизнес-компанию, которая будет заниматься тем, что, допустим, человек создал маленький свой бизнес, но ему нужно, чтобы он ушел в массы. Мы, так как обладаем навыками ораторского искусства и общения с людьми, будем заниматься тем, что доносить до людей, до аудитории, мы будем так подавать информацию, что аудитория не сможет просто не обратиться к нашим заказчикам. Теорию закрепят практикой. Впереди у школьников встреча с успешными предпринимателями региона, которым есть чем поделиться. Они станут для ребят наставниками. Завершающий этап обучающей программы – презентация собственного бизнес-проекта. Победители ждут призы и помощь в реализации идеи. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Звучи мотив народный. В Чебоксарах прошел конкурс на лучшее исполнение народной музыки. Слушала участников Юлия Важенина. Гусли, балалайка, дом, рабаян, аккордеон. На каких только инструментах не играют любители народных мелодий. Конкурс проходит впервые, но уже собрал более ста юных музыкантов. Я еще в садике прибил гладь на балалайке. А вот эта тряпочка в руках, она зачем? Она чтобы ее сзать, балалайку, чтобы она не падала. В России живет очень много национальностей. И дети должны знать и знакомиться с разными мелодиями, обработками. Здесь не только русские народные мелодии. И чувашские, и татарские. Программа очень разнообразная. Любовь к музыке для жюри – это главный критерий оценки. Саша Николаева участвует в конкурсе уже не первый раз. И точно знает, что нужно, чтобы победить. Во-первых, надо сыграть все хорошо. Не ошибаться. Выучить все заранее. И показывать свою музыкальность, чтобы жюри вдохновелось твоим выступлением. Вот этот музыкальный инструмент называется «Сарнай» – чувашская волынка. На нем играет специальный гость конкурса Николай Эриванов. На таком инструменте играли еще в 30-е годы, но потом о нем забыли. Николай Эриванов случайно нашел часть «Сарная» и по его образцу сам смастерил музыкальный инструмент. Пожалуй, он единственный в Чувашии владеет «Сарнаем» и играет на нем. Из тростника делал. Но потом уже мне тростник не нужен, если современная жизнь где-то уже. А это место делали из клёна, из дуб трескался, из клёна делали. А я еще не из клёна. Зачем? Мне ибо нет я взял. Рог был, конечно, настоящий рог. Да, вот это все. И пищики, искусственные тоже они не подчиняются, влагу воспринимают. А я нашел плосинки, грамм-плосинки, да, выкидывают люди, да, а я из них делал этот. Вокал и инструментальное творчество конкурс проходит по двум номинациям и шести возрастным группам. Лучшие в своем направлении получат памятные призы. Юлия Важенина, Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Таким стал последний рабочий день этой недели. Впереди еще блок «Полезная информация». Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Чавыча, белорыбица, палтус, корюшка, зубатка, нерка, кижуч, кальмары, красная икра и другие морские деликатесы. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбной продукции, привезенная прямо из Камчатки. Здесь представлено более 35 видов рыбы – горячего и холодного копчения. Хит-продаж – слабосоленая чавыча. По вкусу напоминает семгу, но при этом менее жирная и калорийная, с множеством элементов, полезных для сердца, сосудов, зрения, суставов и мышц. В Камчатке привезли вам чавыча, царицу лососевых, в народе называют ее. Ее мясо, смотрите, абсолютно жирное, нежное. Это омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Вот есть слабосоленая, есть копченая. Есть горячего копчения чавыча. То есть у нас четыре вида чавыча. Также белорыбица, белое мясо абсолютно не содержит костей. Вкусняшка тоже. Камчатскую рыбу благородных пород и красную икру жители республики любят и с удовольствием покупают не первый год. Всегда вроде у них хороший товар, свежий. Всегда омега беру, когда приезжает. Белорыбицу люблю чавыча, но другие, если есть, икорочки маленькие взять. Каждый раз покупаю. То пал, то скукубила, то как ее белореченка, что ли, как она называет. Ну, мягкая такая, чавыча, это я уже попробовала. А эти чабаксарцы 28 лет прожили на Камчатке. Толк в рыбе знают. Вся рыба хорошая, конечно, но чавыча – это самая такая королевская рыба. Дикий лосось выращен, она не выращена, она живет в дикой среде. И поэтому, соответственно, вкус совсем другой. Не как у семги, у форели, которая выращивается. Рыбу натурального копчения, икру чавычи зернистую и другие морские деликатесы можно купить в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 13 ноября. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю – за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали с Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49.